Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ирина. Я таролог и психолог. Здесь я делаю расклады для вас в общем формате. Каждый услышит для себя то, что должен услышать. Сегодня вызовем мужчину на откровенный разговор, чтобы посмотреть его мысли, чувства, действия по отношению к вам. Давайте посмотрим, что он там притих, почему бездействует, что собираются делать, есть ли вообще планы на вас. Для начала я должна буду найти вашу карту и карту мужчины. Ваша карта выходит первой. И карта мужчины. Человек от вас на расстоянии находится. Где-то вот как-то идет расстояние. Может быть другой город. Какие-то границы идут. Вы ждете нового начала с этим человеком. Вы понимаете, что точка не поставлена. И желаете пойти в новое начало, обнулить ситуацию, начать как-то все сначала. Вот в вашей голове мысли об этом есть. Вы понимаете, что мужчина не свободен в чем-то. Я не знаю в чем. То есть есть клетка. Есть какая-то клетка, какие-то ограничения. И вы понимаете, что эти ограничения вас разделяют. Но вы считаете, что ключик будет найден. Вот как-то вы для себя верите, что этот человек еще к вам вернется. Вы уверены в его чувствах, я бы так сказала. Вы уверены в своих чувствах к нему. И вы верите в то, что все возможно начать сначала. Ну, вы достаточно позитивно относитесь к тому, что между вами сегодня происходит. Это, конечно, не значит, что вас эта ситуация не беспокоит. Но как-то есть у вас такая твердая уверенность в том, что все будет хорошо. Это замечательно. Это хороший настрой. А вот что касается мужчины, здесь ситуация сложнее. Человек действительно находится в каких-то рамках. То есть вы абсолютно правы. Вы правильно думаете. Он не свободен. Он находится в заточении. Карта башня. Причем рядом змея. Какой-то обман. Какие-то интриги. Что-то нелицеприятное происходит вокруг него. И этот обман, эта ситуация какая-то лживая. Я не знаю. Какая-то такая. Прям интриги какие-то плетутся вокруг него. Я не знаю. Змея может обозначать женщину. Если рядом с ним женщина сейчас, то она явно плетет какие-то интриги для того, чтобы этого человека удерживать рядом. Давайте посмотрим его мысли к вам. Его чувства к вам. И его действия. Ваши мысли к этому мужчине. Ваши чувства к нему. И ваши действия к нему. Давайте посмотрим, что он думает о вас. Да, Витя. Есть другая женщина. Рядом с ним есть другая женщина. Но он не чувствует удовлетворения в этих отношениях. Как будто бы он там вынужден находиться. Причем удерживают человека. Какими-то нечестными способами. Нечестным путем. Ваши мысли по отношению к нему. Любовь. Вы готовы верить, любить и ждать. Это не значит, что вы там сидите и ожидаете у моря погоды. Но как-то вот возвращаетесь к тому, что все-таки этот мужчина оставил след в вашей душе. Вы много раз могли пытаться закончить для себя эти отношения. Поставить точку. Тем более, знаете, понимаете, что он не свободен. Но возвращаетесь к тому, что чувства у вас все равно, скажем так, властвуют над вами. Вы поделать ничего не можете. Здесь любовь. Здесь истинное чувство. И мысли у вас о том, что да, когда-нибудь вы будете вместе. Вы, может быть, сейчас приходите к пониманию того, что да, вы действительно этого человека любили. И что он нужен вам. Он нужен вам. Так же, как и раньше. Его чувства к вам. Романтические чувства, легкие чувства. Карта букет. Желание встречи. Да, желание этих романтических мгновений, которые в прошлом у вас были. Желание вам написать. Желание как-то вот проявиться. И вспомнить, как бы, возродить в своей душе ту легкость и романтику, которую он испытывал к вам. Ваши чувства. Двойственность. Да, как я и говорила, что здесь, скорее всего, вы боролись со своими чувствами. Вы пытались поставить точку. Но все равно приходите к тому, что этот человек вам нужен. Да, и никому, пожалуй, вы не испытываете сегодня таких чувств, как к нему. Его действия по отношению к вам. Ну, желает появиться такой вот товарищ романтичный, с розочкой. Карта букет. Говорит о встрече. О встрече. О романтичной встрече. О приятном общении. Ну, и, конечно, карта мужчина. Говорит о том, что человек появится в вашей жизни однозначно. То есть у него есть в планах появиться. Карта сад. Тоже замечательная карта, которая указывает на то, что он желает с вами встретиться. Да, где-то прогуляться в красивом месте. Приятно пообщаться, да, побеседовать. Но не сейчас, через время. Через время. У него, конечно, есть сомнения. Относительно того, примете ли вы его. Да, карта кубики. Вот как-то 50 на 50. То он бывает уверен, что вы его ждете. Дождетесь, несмотря ни на что. Он прекрасно понимает, что вы его любите, да. Ну, доля сомнений как-то есть, да, что он вас может потерять. Но это, на самом деле, очень даже неплохо, когда мужчина находится в таком состоянии, да, когда он боится потерять женщину. Это хорошо. Это стимулирует его на действие. И на самом деле действия действительно будут от него. Вы узнаете какую-то информацию. Вот вы ждете какой-то информации, и вы ее дождетесь. Но через время, еще время должно пройти. Ваши действия по отношению к нему. А ничего вы не можете сделать, карта лабиринт. Если пытались как-то изменить ситуацию, то ничего не вышло. Ну, вы не в силах, потому что здесь явно человек не свободен. Есть какая-то другая женщина. Там свои отношения. Вы изменить ничего не в силах. Раз он принял такое решение, вам оставалось только смириться. Давайте посмотрим, что между вами, что вас разделяет сейчас. А вас ничто не разделяет. Вы думаете друг о друге. Что вас может разделять, да, как вариант? Карта дом, метла и кольцо. Вы можете думать, что у него там все прекрасно в жизни. Что он доволен новыми отношениями. Но это далеко не так. Карты говорят о том, что там брак, скорее всего. И там далеко не все благополучно. Карта метла ссоры. Разногласия, отсутствие взаимопонимания. Ну, на такой основе, на таком фундаменте, конечно, их отношения далеко не уедут. Давайте посмотрим, что та женщина хочет от него. Ну, она желала его, да, вот как-то прям цель себе поставила, что мне нужен именно такой мужчина. Она воспринимает его как шанс, которым она не могла не воспользоваться. А он? Он что чувствует к ней? Просто семья, просто какие-то ценности. Просто стабильность. Ну, и какое-то продвижение он там все-таки через нее имеет. Да, какой-то путь свой. Этот путь никуда не приведет. Он тоже в свое время, может быть, между вами либо какая-то обида была. Вот что-то как-то негатив какой-то был. Человек немножко в вас разочаровался. Здесь не то, чтобы вот прям совсем, а немножко было разочарование. И он, как человек импульсивный, в порыве вот этого разочарования, он просто в другие отношения ушел. Да, здесь отношения быстро. Да, здесь очень быстро у них отношения как-то перешли на серьезный уровень. Здесь брак, повторюсь, карта кольцо. И он поверил в то, что с этой женщиной что-то может быть у него. Да, он не хотел там чувств каких-то, не хотел там любви, страстей. Он понял, что ему достаточно стабильности с ней. Да, то есть какое-то такое постоянство, такой вот семьи. Просто семьи, в которой есть какая-то общая стабильность. Он надеялся на то, что там что-то можно будет склеить. Когда начались ссоры, да. Но карта гроб говорит о том, что там все-таки все идет к разрушению. Почему там все идет к разрушению? Потому что сомнительное начало этих отношений было через обман. Возможно, магия, змея и луна, и плюс гроб еще, да. Столько негативных карт выходит на стороне вот этой женщины, которая с ним в стабильных отношениях. То здесь идет вот такой момент. Ну, давайте посмотрим поподробнее его действия, да, к вам. Его действия к вам. Человек сейчас закрыт от вас. Он играет какую-то роль, карта маска. Если вы сейчас там видите какие-то фотографии где-то, где они вместе там счастливы, улыбаются, это все игра. На самом деле все не так. Да, карта колодец, это магическая карта, карта глубокая, карта говорит о скрытности, истинного положения вещей, да. Там всем рулят деньги. Хитрость, да. Та женщина, она такая хитрая лиса. Все-таки действия к вам. У него большое желание изменить свою жизнь, да, изменить свой путь, изменить направление движения. Давайте по итогу, по итогу. Пока это на уровне мыслей и желаний, конкретных действий, пока он не делает, потому что, ну, время, да, время. Еще не пришло время. Ваши отношения для него, конечно, это большая потеря. Вы были другом, карта собака. Карта крыса, потеря друга, карта гора, большое препятствие. Серьезная проблема для него. Вы играли большую роль в жизни этого мужчины. У него в мыслях есть к вам вернуться, встретиться. Как я уже говорила, встреча будет. Шанс на новое начало у вас есть. Там, в этих отношениях, где он сейчас, да, с этой женщиной, там какие-то документы, какие-то, значит, бумаги, что-то, что-то его связывает. Он не свободен абсолютно. Они больше как партнеры по бизнесу, нежели там муж и жена. Вот такие там отношения, чувств там никаких нет. Он там просматривает какие-то для себя возможности. Ну, а с вами пока тоже неясность есть, туманность некая. Затянувшаяся ситуация подвисшая. Но человек появится. Однозначно. И вы ждете не зря, и вы понимаете, да, что он придет как-то внутренне. Вы чувствуете это. Нужно еще подождать. Вот такой расклад. Пишите, как резонирует. Я благодарю всех за внимание. Как всегда, жду обратной связи. До встречи в следующих раскладах. Пишите. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...